Приветствую вас! Ваш муж играет в так называемую игру Попался сукин сын, когда человек ищет, значит, ну, ищет в целенаправленном ищет, за что придраться к другому, ну, вот, в данном случае, например, к вам, человек, значит, ну, в данном случае ваш муж придирается к вас, да, в данном случае он именно на вас направляет свой негатив. Вот. И, соответственно, вы ему ну, для этого вероятно и нужны. вот то есть, вы ему возможно именно, именно, вот эм, для этой цели, эм, как раз таки и требуетесь. вот вот эм, эта игра, вы о ней можете почитать эм, в интернете, она есть в свободном доступе, эм, вот, ага, значит, эта игра, она эм, преследует цель оправдать, эм, свои недостатки, эм, значит, тем, кто, кто в нее играет. То есть, грубо говоря, когда, человек, эм, попадает, вот, в ситуацию, негативную для себя, он, эм, негатив, который у него вырабатывается, по отношению к себе, эм, запирает, и копит до встречи с вами, например. эм, соответственно, когда он встречает вас, у него появляется возможность, эм, вылить на вас этот негатив, и тем самым, облегчить себе, себе, свою жизнь, тем самым, эм, надо сказать, ну, помочь себе, и, в результате, человек получает выигрыш. То есть, вы плохая, а он хороший. Это, эм, классическая, такая, модель поведения, когда человек не принимает, свои недостатки, и тем самым, эм, эм, считает, считает себя плохим, но не придаётся в этом, и вместо этого ищет эти недостатки в других людях. Вот. Угодить таким людям практически невозможно, до понимания ими своей проблемы, до, до, этого акцентирования на ней, на, на, на ней, э, своего внимания. Вот. И, поэтому мы здесь с вами плавно переходим к тому, что, можно назвать, непосредственно, вашим складом, в то, что происходит. А именно, вы, по какой-то причине, всё это терпите. Как правило, как правило, если, э, э, ну, если, э, э, ну, если, вот, э, э, как вы оказались в этой ситуации, то именно, именно вас, э, в ней, удерживает то, что, что, вы в глубине души, со своим мужем согласны. Ну, или, по, по крайней мере, сомневаетесь, а, э, в том, что, э, неправда, э, э, вот, э, то, что говорит муж. То есть, э, э, у вас, э, имеет место, это, быть, грубо говоря, неуверенность в себе. И, заниженная самооценка, тоже. Вот. Ну, и, как следствие, из, из, из этого, э, э, можно, назвать, э, то, что вы, переносите, э, ответственность, э, 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 с, с себя, на, своего мужа. То есть, вы говорите, почему так тяжело мне с ним? Почему мне так тяжело с ним? То есть, не наоборот, грубо говоря, да? Не почему, э, мне, э, тяжело, почему я позволил, э, э, значит, ну, себе, в этой ситуации находиться. Почему? Э, э, а именно, почему тяжело с мужем? Вот. И, мне кажется, что, подобный перенос ответственности, это один из ключевых моментов уже непосредственно вашей истории. То есть, именно вы, то, как вы, э, воспринимаете данную ситуацию. Вот. То есть, тяжело вам не смутим, а тяжело вам. Потому что вы, э, в глубине души, опять же, э, считаете себя достойным, достойным. Э, достойным, ну, вот, такого поведения. Достойные, э, значит, такого отношения. То есть, нет. ум, умом-то вы понимаете, умом. Умом вы понимаете, что обращаться с вами так нельзя. Вот. И, возможно, даже обвиняете мужа за то, что он, он, э, вот так вот с вами себя ведёт. Но, по большому счёту, э, дело ведь не в нём, а в вас. И, э, начинать нужнее с себя. Да? То есть, если какие-то обстоятельства в вашей жизни, э, являются значимыми, э, достаточно значимыми для того, чтобы терпеть, терпеть такое отношение мужа, э, к вам, что это и означает, что у вас есть проблема с самооценкой. И, возможно, нарушение личных границ ваших, своих, как психических, так и, вероятно, физических. Вот. А, значит, смотри, смотрите, э, какая история. Ваш муж, он ведь, э, значит, не всегда вел себя с вами так. Наверное, когда-то он вел себя по-другому. Наверное, когда-то он, э, думал по-другому, относился к вам иначе. Ага, потом-потом, вы просто позволили ему вести себя, ну, вот, так. И, э, соответственно, э, вот, то, что стало причиной, по которой вы, э, значит, позволили ему так, э, э, так вести себя э, с собой. Вот этих причин, они, на мой взгляд, являются очень важными. То есть там, наверное, было, было либо чувство вины, либо была неуверенность, э, э, какая-то, было себе у вас. Ну, либо были обстоя... обстоятельства, ага, обстоятельства, которые вы считали важными. Ага. Ну, и, соответственно, э, э, мужчина, э, ваш, он, э, по всей видимости, э, понял, что, э, с вами так мощно, и начал так делать, начал так поступать. Вот. Поэтому, соответственно, вам с ним так и тяжело. А, другое дело, другое дело, да, другое дело. А, что делать дальше? Да. Что есть? А, ну, грубо говоря, если, если вы, например, поняли, а, почему человек, вот, так себя ведёт, допустим, после моего ответа, или ответа моих коллег, вот, что, что делать дальше с этим? Как дальше поступать? А дальше нужно начинать получать свою самооценку. Либо вы будете делать это с психологом, э, онлайн, через сайт, либо вы будете это делать непосредственно, э, в кабинете, каких, зависит от вас, но, тем не менее, что-то делать ну, нужно. И, э, по мере работы над собой, и над своей, э, самооценкой, э, по мере, по мере, по мере работы над собой, вы будете менять отношение к своему мужу, не позволяя ему, э, вести себя, ну, вот, так, как он себя ведёт. Ага. И, соответственно, если человек, э, любит вас, то, то он поймёт, и примет, то, что вы, ну, по-другому, э, э, себя, э, стали вести, и, то, что не позволяет, уже, к себе обращаться, э, так, как, раньше, ну, либо он это поймёт, либо нет, либо он это не поймёт. Это означает, что человек, к сожалению, не ваш. И тогда от него нужно будет уходить. Потому что, а, а, дальнейшее, а, значит, а, ну, дальнейшее нахождение с ним, а, очень, негативно, скажется, на, нём, и на вас. Потому что он будет, разрушать себе, а вы будете, э, чувствовать, больше и больше, подавлением. Вот. Ага, значит, я думаю, что, э, так. Можно вам ответить на ваш вопрос. А, ещё посмотрите, обязательно игру, игру, э, если бы не ты. Вот. Тоже, мне кажется, подходящая игра. Для, для, вашей, семейной, жизни. Вот. Может быть, вы увидите сходство и там. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, э, пишите в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, я буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Я вам желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...